Людмила Петрановская. Всё-всё-всё о воспитании детей. Если с ребёнком трудно. Что за дети, Боже, правы! Никакой на них управы. Жизнь современного родителя непроста. Чего стоят одни названия книг для родителей? Если ваш ребёнок сводит вас с ума. Нет плохому поведению. Как мы создаём проблемы своим детям? Руководство по выживанию для родителей. И тому подобное. Это я только одну полку просмотрела. Мы читаем. А что делать? Мы же ответственные родители. Мы хотим растить детей правильно. Эту книжку, и другую, и ещё два десятка. И сообщество в интернете, и ещё пять. И к психологу. Подскажите, посоветуйте. И к психологу с ребёнком. Что с ним не так? Родитель читает, запоминает, вникает. Как активно слушать, как правильно пороть? С любовью в сердце. Восемь объятий в день. Стояние в углу по формуле N плюс 1, где N – возраст ребёнка. Срочно отдать в детский сад. Срочно забрать из детского сада. Заставлять читать. Ни в коем случае не заставлять читать. Хвалить правильно. Образцы прилагаются. Не хвалить вообще. Это оценка. Нужно без оценок. Метод воспитания по-японски. По-французски. По-папуаски. Так поступают сознательные родители. А так – естественные. А так – продвинутые. Очень скоро родитель оказывается вооружён подходами, идеями и педагогическими приёмами. Как Нел в конце первой матрицы. Помните? Он так эффектно распахивает своё чёрное кожаное пальто. А там? Ходить тяжеловато, но зато на все случаи. Можно стрелять с двух рук, в процессе делая сальто. Странно, что это вы таким усталым выглядите. А ребёночек как? Всё то же. Надо, значит, расширять арсенал, искать то самое волшебное слово, где-то же есть у него кнопка. А вот это пробовали? Дорогие родители, а давайте на минутку остановимся. Ну, бывают же, и у супергероев короткие минуты отдыха. Отставим базуку в сторону, снимем с плеча карабин, отстегнём портупею. Дети не слушались, нарушали правила, дрались, портили вещи, не хотели учиться, ленились, врали, ныли, объедались сладким и хамели взрослым всегда. Сколько стоит этот мир? Вот, к примеру, излияние родителя из древнего-предревнего Египта. Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далёк. Эта молодёжь растлена до глубины души. Молодые люди злокозненные и нерадивы. Чувствуете родственную душу? Не мы первые, не мы последние. Поговорите с любой мамой на детской площадке. Поговорите с английской королевой. Поговорите с самым заслуженным педагогом. От любого из них вы можете услышать. Он иногда так себя ведёт, прямо не зная, что с ним делать. Слушайте, но если вдуматься, это же хорошо. Проблема не нова. Множество умных людей тоже с ней намучились. Специалисты между собой спорят. Сами вы уже всё перепробовали, а толку нет. Иначе зачем бы вам эту книжку слушать? Из этого следует, что спешить-то некуда. Немедленно решать проблему не обязательно. Но не знаете вы, что делать, чтобы ребёнок так больше не делал. Или чтобы, наконец, делал. Вы уже давно этого не знаете. И если не будете знать ещё какое-то время, ничего страшного не случится. Правда? Столько лет собирали по квартире раскиданные вещи, ещё три недели или три месяца погоды же не сделают. Все школьные годы чадо истерит из-за уроков. Не хочет их делать. Ну, пусть ещё одну четверть не хочет. Хуже-то не будет. Если ваши дети дерутся между собой с тех пор, как научились ходить, но при этом оба в целом пока живы-здоровы, скорее всего, ещё десяток драк им тоже особо не навредит. И если весь последний год вы бьётесь, чтобы он выключил компьютер, и безрезультатно, возможно, не случится ничего страшного, если вы временно перестанете биться, и он ещё какое-то время за ним посидит. Давайте объявим мораторий. Перемирие. Прекращение огня. Ничего не случится. Никакое молоко не убежит. Выдохните. Налейте себе чаю или кофе. Возьмите плед, если дело зимой, или сядьте у окна, если сейчас лето. Пусть пока всё идёт, как идёт. Если бы дело было только в том, что вы не знаете каких-то особых правильных слов, правильного наказания или поощрения, правильного приёмчика, вы бы давно уже сами его изобрели или где-то нашли. Расстарайтесь, а не получается, значит, пора перестать стараться, отойти на пару шагов, подумать. Да просто успокоиться. Поставьте ситуацию на паузу. Предлагаю вам двигаться в таком порядке. Сначала давайте разберём свой богатый, но местами уже заржавевший и просто опасный педагогический арсенал. Свалим-ка в кучу всё это оружие, которое таскаем на себе, точнее в себе, годами, и разберём, рассмотрим. Что-то из этого слишком жёстко, что-то просто не работает, а что-то может и у вас в руках взорваться. Может быть, многое давно уже выкинуть пора. Вот и полегче станет. Первая половина книжки, она в основном про то, что нам мешает в отношениях с ребёнком, а ему мешает вести себя лучше. Для этого нам понадобится разговор о том, как связаны поведения, в том числе самые ужасные, и ваши отношения. Потому что, как мы увидим, отношения первичны, а поведение сплошь и рядом, только их следствие. Очень часто оказывается, что именно какой-то разлад в отношениях заставляет ребёнка вести себя не лучшим образом, а у вас раздражаться и отчаиваться. И наоборот, стоит наладить связь между вами, вернуть отношениям тепло и надёжность, и волшебным образом само по себе улучшается поведение. А во второй части речь пойдёт, собственно, о поведении как таковом. Что делать и как его изменить, если оно вас никак не устраивает? По пунктам, шаг за шагом, в лучших традициях, с примерами и разбором ситуации. Мы обязательно доберёмся до вопроса, что делать, чтобы он? И даже до вопроса, где у него кнопка? Куда ж без этого? Но к тому времени, если не будете спешить, дадите себе время, чтобы думать и чувствовать, вы уже и сами будете знать ответы. Можете и не дослушивать. Не стоит сразу проматывать книжку в поисках приёмчиков, боюсь, ничего не выйдет. Можно успешно использовать раз-другой вычитанную технику, но если она осталась лишь техникой, всё скоро вернётся к исходному положению дел. Всё живое и прочное всегда развивается потихоньку, незаметно, как деревце вырастает. Вроде сегодня такое, как вчера было, и завтра почти не изменится. А через год, ух ты, как выросло! Можно, конечно, срубить уже готово и в землю воткнуть, сразу будет красиво. Но засохнет же. Не надо себя ломать и переделывать, брать в руки, начинать новую жизнь с понедельника. Это ещё никого до добра не доводило. Вы с ребёнком своим живёте. Вы его растите. Вы его знаете, вы его любите. Он рядом. Самым главным всё уже хорошо. С остальным разберётесь, так или иначе. Начнём? Часть первая. Прощай оружие или Make love not war. Поразительно, как часто мы говорим о проблемах с детьми в терминах войны. Как нам с этим бороться? Мы всё время воюем из-за уроков. Я не могу с ним справиться. Словно ребёнок противник в схватке и вопрос, кто кого одолеет. Вокруг тоже слышится. Надо с ним построже. Вы его избаловали. Не надо потакать. Смотрите. Привыкнет, нагло высядет. Это надо пресекать. Этого нельзя допустить. Это обычно педагоги. Здесь ребёнок этакий диверсант. Коварная пятая колонна, которой только дай слабину устроит переворот и поставит родителей на колени. У психологов другой подход. Не говорите так. Это травма на всю жизнь. Не делайте этого. Вырастет неврастенник, наркоман, неудачник. Ребёнок здесь похож на минное поле. Один неверный шаг, и всё погибло. Вам не кажется всё это каким-то странным? С кем воюем-то? И зачем? И как дошли до жизни такой? Посмотрите на своего ребёнка. Даже если он чумазый, вредный двоечник, даже если он только что устроил истерику, потерял новый мобильник, нагрубил вам, даже если он достал так, что вас трясёт, всё равно он не враг, не диверсант, и не бомба. Ребёнок и ребёнок. Местами, если потереть, можно даже найти, куда поцеловать. Всё как-то не так совсем задумано. Не надо бы воевать-то. А как? Привязанность, властная забота. Всё, о чём мы будем говорить дальше, так или иначе, вытекает из одного простого факта. Человеческий детёныш рождается на свет очень незрелым. Это наша плата за прямохождение, а значит, узкий таз у женщин. С одной стороны, и большой мозг, а значит, крупную голову ребёнка, с другой. Вот из такой прозы, из почти инженерных соображений, которые можно было бы выразить в цифрах и схемах, рождается большая и сложная история отношений родителя и ребёнка. Родившись очень незрелым, ребёнок нуждается в том, чтобы всё первое время его жизни рядом находился взрослый. И не просто абы какой, а тот, кому не всё равно. Тот, кто будет спешить на первый же зов, кто готов не спать, если ребёнок плачет, накормить его, даже если особо нечем, отдав последнее, кто готов защищать его от хищников, согревать своим телом по ночам, шаг за шагом, постепенно, учить узнавать этот мир и готовиться к самостоятельной жизни в нём. И каждый новорождённый, приходя в мир, глубоко внутри себя знает правила игры. Есть у тебя взрослый, которому не всё равно, твой собственный взрослый. Ты будешь жить. Если нет, значит нет. Извини. Отношения со своим взрослым для ребёнка не просто потребность. Это потребность витальная, то есть вопрос жизни и смерти. Более важных отношений у него не будет никогда в жизни. Как бы он не любил потом своего избранника или своих собственных детей, всё это ни в какое сравнение не идёт с тем глубоким чувством, которое маленький ребёнок испытывает к родителю, к тому, кто буквально держит в руках его жизнь. Едва родившись, он уже ищет глазами глаза матери, губами её грудь, реагирует на её голос, узнавая его из всех. Установить и удерживать контакт со своим взрослым — вот главная забота ребёнка. Всё остальное возможно только тогда, когда с этим контактом всё в порядке. Тогда можно смотреть по сторонам, играть, учиться, лезть куда ни попадя, завязывать контакты с другими при условии, что отношения с родителем в порядке. Если же нет, все остальные цели идут по боку. Сначала главное. Приходилось ли вам видеть трёхлетнего малыша, который гуляет с мамой в парке? Она сидит на скамейке и читает, он бегает вокруг, съезжает с горки, лепит куличики, смотрит на муравьёв, несущих сосновую иголку. Ну вот в какой-то момент он обернулся, а мамы на скамейке нет. Отошла на минутку куда-то. Что происходит? Малыш немедленно прекратит игру. Ему больше неинтересны ни качели, ни муравьи. Он бежит к скамейке и озирается вокруг. Где мама? Если она быстро нашлась, он успокоится и вернётся к игре. Если не сразу, он перепугается, заплачет, может побежать, сломя голову, сам не зная куда. Когда мама найдётся, он не скоро ещё сможет от неё оторваться. Цепится ручками, не захочет отпускать, может быть, вообще домой запросится. Не хочет он больше гулять и играть. Самое важное – мама. Контакт с ней оказался под угрозой и сразу всё остальное отодвинулось на второй план. Глубокая эмоциональная связь, существующая между ребёнком и его взрослым, называется привязанность. Именно она заставляет маму слышать сквозь сон любой писк новорождённого, а по напряжённому голосу подростка догадываться, что он поссорился с девушкой. Ребёнку она позволяет чутко ловить малейшие изменения в настроении родителей, например, безошибочно определять, когда они в ссоре, даже если внешне все ведут себя, как обычно. Именно привязанность позволяет родителю достаточно легко отказывать себе в чём-то ради ребёнка, преодолевать усталость и лень, когда нужно ему помочь. А ребёнку помогает прилагать усилия, даже если трудно и страшно, чтобы услышать от родителя слова одобрения и увидеть искренний восторг в его глазах, когда ребёнок сделал первые шаги или получил диплом университета. Именно эта связь позволяет малышу сладко спать на руках у мамы, даже если вокруг шума, толчая. Именно она делает родительские поцелуи, способными снимать боль, бабушкины пирожки самыми вкусными в мире, а любого ребёнка самым умным и красивым на свете для своих родителей. Привязанность – танец для двоих. В нём взрослый защищает и заботится, а ребёнок доверяет и ищет помощи. Даже будучи взрослыми, испугавшись, мы кричим «Мама!» Даже за выросшее усатое уже чадо мы волнуемся, если у него что-то неладно. Узы привязанности прочнее любви, прочнее дружбы. Любовь и дружба бывают, умирают, сходят на нет. Привязанность останется с нами всегда, даже если у нас очень непростые отношения с родителями или детьми. Безразличны они нам не будут никогда. Очень многое в поведении детей объясняется именно привязанностью или угрозой разрыва привязанности. Вот самая обычная ситуация. Вы ждёте гостей. Ваш ребёнок тоже рад предстоящему празднику. Он помогает вам накрывать на стол, старательно моет овощи, раскладывает салфетки, расцветает от похвалы. Это поведение привязанности. Он хочет быть с вами, хочет вам нравиться, делать общее дело. Вот гости на пороге и ребёнок вдруг смущается, прячется за вас. Вам стоит труда уговорить его выйти и поздороваться. Это поведение привязанности. Он осторожен с чужими, не своими, взрослыми и ищет защиту у родителя. Вы сидите за столом, увлечены интересным разговором. А ребёнок словно с цепи сорвался, шумит, бегает, дёргает вас. Это поведение привязанности. Он испытывает тревогу, видя, что вашим вниманием завладел чужой человек и хочет вашего внимания как подтверждение, что с вашими отношениями всё в порядке. Вы теряете терпение, сердитесь на него и выставляете из комнаты. Он громко плачет, бьётся об дверь, начинается истерика. Это поведение привязанности. Вы дали ему понять, что можете оборвать связь с ним. Более того, символически прервали её. Закрыв дверь, он протестует изо всех сил, стараясь восстановить связь. Вам становится его жалко? Вы идёте к нему, обнимаете, ведёте умыться. Он ещё какое-то время всхлипывает, потом обещает, что будет вести себя хорошо, и вы разрешаете ему остаться. Вскоре он затихает, свернувшись калачиком у вас на коленях, и правда, больше не шалит. Это поведение привязанности. Связь восстановлена, напряжение спало, страх отпустил. Ребёнок обессилен, а восстанавливать силы лучше всего рядом с родителем. Возможно, вы никогда не думали об этом в таком ключе. Возможно, вам казалось или вам говорили окружающие, что это всё происходит потому, что ребёнок избалованный или невоспитанный или вредничает или превозбудился. На самом деле всё проще и всё серьёзнее. Ему просто жизненно нужна связь с вами. Вот и всё. Если это понимать и уметь видеть то, как состояние ваших отношений влияет на состояние и поведение ребёнка, очень многие случаи плохого поведения предстанут совсем в другом свете. Привязанность не очень подчиняется логике, объективным фактам, доводам рассудка. Она иррациональна, замешана на сильных чувствах, и у ребёнка они особенно сильны. Давайте попробуем чуть подробнее рассмотреть, как это устроено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok